Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. Глава Республики Сахая-Кутя Асин Сергеевич Николаев издал указ, по которому режим повышенной готовности был продлен по 15 июня 2021 года. По состоянию на текающие сутки в Республике выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице Республики выявлено 64 случая. Уменьшается количество случаев в Мегино-Кангаласском Улусе, их 8 случаев, но увеличивается количество случаев в Амгинском Улусе, 6 случаев. В Милюйском Улусе зарегистрировано 4 случая, в Верхоянском, Мернинском, Усиалданском по 3, в Горном, Чуропчинском 2, в Алаховском, Кобяйском, Нюрбинском, Сунтарском, Кангаласском по 1 случая. Все больные находятся на лечении в учреждениях здравоохранения, на амбулаторном или стационарном лечении. Необходимо обратить внимание на то, что количество лиц на стационарном лечении сегодня увеличивается, увеличивается в том числе и за счет тяжести заболевания, которые сегодня представляют все новые случаи коронавирусной инфекции. За сутки нами проведено 1682 исследования, и уже с начала пандемии в республике сделано 1 119 901 тест на новую коронавирусную инфекцию. Действующие лаборатории позволяют нам осуществлять непосредственно контроль через тестирование за гражданами, которые являются контактными лицами вокруг заболевших граждан. На 31 мая 2021 года в республику уже поступило 198 454 дозы вакцины против коронавирусной инфекции в ближайшее время. Мы ждем поступления еще дополнительной партии вакцины. В республике, в поликлиниках города Якутска, в Хангаласском районе и Мегино-Хангаласском районе представлены все три вакцины, которые сегодня имеют регистрационное удостоверение на территории Российской Федерации. Первую вакцину на территории республики уже получили 164 699 человек, вторую вакцину 110 304. А использовано сегодня из всей поступившей вакцины 83% от общего количества вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что у нас начинается сезон летних отпусков, в связи с чем уже главы района обращают внимание на то, что в районы начали приезжать дети. Безусловно, дети как были, так и остаются основными переносчиками возможного заболевания как такового. В связи с этим всем поликлиникам на местах, центральным районным больницам в районах, а также врачам в соответственных фельдшерских и акушерских пунктах, врачебным амбулаториях, дана установка предложить родителям, а также бабушкам и дедушкам, к которым непосредственно приезжают дети, вакцинироваться в первоочередном порядке, для того, чтобы не омрачить отпуск, который непосредственно ждет всех в ближайшее время. Кроме того, обращаем ваше внимание на необходимость вакцинирования семей беременных женщин и женщин-кормящих, соответственно, для того, чтобы оберечь их и, соответственно, в целом, чтобы беременность протекала нормально и ребенок родился здоровым. И, конечно же, обращаем ваше внимание на то, что продолжается вакцинация пожилых граждан. В пятницу прошло заседание оргкомитета Игор Манчара, на которых была поставлена задача о необходимости ускоренной вакцинации жителей горного района, для того, чтобы у них возникал непосредственно и коллективный иммунитет для приема игр в том объеме, который долго ждали. И, соответственно, очень хотелось бы, чтобы в горном эти игры прошли. В связи с чем в горный район направлена дополнительная партия вакцины. К сожалению, пока темпы вакцинации в горном районе желают лучшего, поэтому призываем жителей горного района и всех участников Игор Манчары на пункты вакцинации. Кроме того, обращаем внимание всех членов команд, работающих на играх Манчары, начиная от спортсменов, заканчивая организатором, а также тех, кто в них участвует. Обязательная вакцинация является условием участия в мероприятии.